В Кубке Беларуси открытом республиканском турнире по спортивной акробатике участвуют спортсмены со всех уголков Беларуси, а также три команды из России – из Санкт-Петербурга, Новочеркасска и Калининграда. Медали будут разыграны в трех возрастных категориях. Наше соревнование – открытый республиканский турнир по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера СССР Владимира Павловича Оркина. Проходит в 24-й раз. Традиционный турнир, который каждый год мы, спортсмены, его ученики, пытаемся сохранить этот турнир. И с каждым годом приезжает к нам больше ребят, больше спортсменов. В связи с последними событиями, санкциями, конечно, у нас сейчас присутствует Россия и Беларусь. Команд у нас всего 8, спортсменов более 100. Представлена сборная команда Республики Беларусь, национальная команда, где, конечно, уровень очень высокий. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР Владимира Коркина и проводится в Бресте в 24-й раз. Владимир Павлович – заслуженный тренер СССР, мастер спорта по акробатике, призер Советского Союза по спортивной акробатике, профессор. Он воспитал 163 заслуженных мастеров спорта по акробатике и стоял у истоков зарождения парногрупповой акробатики в Бресте. А его ученики став тренерами продолжают традиции Белорусской школы акробатики. Большую часть своей жизни Владимир Павлович, профессиональной жизни Владимир Павлович провел в Брестском государственном университете. Но всю свою профессиональную карьеру он посвящен в служении акробатик. Воспитал огромное количество спортсменов, внес весомый вклад в подготовку базы теоретической и практической. Множество учебников, учебных пособий вышли с подбиралом Азима Владимир Павловича. И сегодня мы участвуем его на этих соревнованиях и, конечно, зарабатываемся тем успехам, тем достижениям, которые демонстрирует школа акробатики нашей страны и города Бреста. Соревнования по спортивной акробатике проводятся по пяти видам. Женские пары и тройки, смешанные пары, мужские пары и четверки. Акробаты, выступая на соревнованиях, должны продемонстрировать разностороннюю подготовленность, умение выполнять упражнения различного типа – балансовое, вальтижное и комбинированное. В зале царит дружественная атмосфера, но и не обходится без соперничества. Я занимаюсь этим уже 10 лет. Сменила тут в зале почти всех тренеров, можно сказать. Очень многое поменялось за то время, как я тренируюсь. И я очень благодарна всем тренерам, с которыми я занималась, потому что я достигла этого успеха именно благодаря им. Как вы считаете главным успехом? Наверное, Россию. Они очень сильные, да. И, конечно же, наш Брест тоже не отстает. Я второй раз в Беларуси, но именно не в этом городе. Вот. Ну, хорошо тут. Тут очень много памятников. И я занимаюсь 11 лет с трех лет. Несмотря на международные санкции и ограничения, турниры на территории нашей страны будут проводиться и дальше. И более того, наши спортсмены с удовольствием выступают на международных площадках в странах СНГ. Сейчас наши спортсмены чаще выезжают в Россию, в страны СНГ. Это и Казахстан, и вот сейчас несколько наших же спортсменов в это же время участвуют в Ташкенте в международном турнире, Азербайджан. Это вот это страны, которые принимают нас с удовольствием, где обмениваются опытом. Россия и Беларусь и все эти страны, они на очень высоком уровне. Впереди последний соревновательный день, после которого медали найдут своих победителей. Василина Вуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.